Девушки отдыхают 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 Мы бы с тобой хорошо поработали. Я подумаю. Ты подумай. Подумай. Здравствуйте. Заключённый Степанов 32 года. Ранее не судим. Садитесь. Обвиняюсь по статье 102. Садитесь, садитесь. Я ваш новый следователь. А старый что, измылился весь? Нет, перешёл на другую работу. Отделы передали мне. А что, вам следователь Верещагин не нравился? Ну а что там нравится? Ведь он не девка в парке. Следователь как следователь. Только расследовать ему было нечего. Я сам всё рассказал, во всём признался. Как было. В содеянном раскаиваюсь и готов понести наказание. И насколько оно искренне? Ваше раскаяние. Раз говорю, значит искренне. А мне не показалось. Значит креститься не надо. Ну что мне здесь, на стенке что ли распнуться? Вы ведь впервые в этих местах. Слава Богу. Вот видите. А я, можно сказать, отбыл в тюрьме несколько лет. На допросах, очных ставках и так далее. Ночуете хоть дома? Или здесь, в свободной камере? Всякое случалось. Так вот я сотни раз слышал. Я раскаиваюсь, я раскаиваюсь. А как по-вашему, что это значит? Экзамен на совестливость. Выходит так. А раскаиваться, значит душой мучиться, сердцем болеть. Горевать от той беды. Красиво представляете. А у меня все проще. Раскаиваюсь и точка. Понятно. Ну так вот, с вашим делом я ознакомился. Все более или менее ясно. Вот и замечательно. Раньше начну отбывать, раньше выйду. Мне бы только суд миновать и в колонию. А в колонии что? Работа. Какая ненависть, а работа. А я работ не боюсь. Всю жизнь в колонию. И шоферы, и слесарь, и электрик. Монтажное дело знаю. Да я там три нормы заделаю, лишь бы в зачет пошла. А там, видишь, ну как это у вас? Ну, досрочно, условно. Годик через три-четыре. К сожалению, Степанов, дела обстоят не так замечательно. К осужденным за умышленное убийство досрочное освобождение не применяется. Так что же мне трубить от звонка до звонка? С признанием, с чистосердечным раскаянием. Так, что ли, по-вашему? Это Степанов не по-моему, а по закону. Что ж, потолкуем по существу. Вот ваше первое показание. Помните? Ну, помню. Смутно, конечно, помню. К сожалению, вы здесь все происшествие изложили иначе. Не так, как другие. Да и сами потом по-другому давали показания. Ну, а что там по-другому-то? Ну, как чего? Своей рукой вы написали следующее. Затормозил, увидев, что на площадке кого-то бьют. Остановился, так как узнал в избитом Девяткина Алексея, шофера нашей автобазы. Так? Так. Тогда я заступился за него. Все остальные накинулись на меня. Я испугался, бросился к машине. Но они меня обступили, и я ударил капотом двоих нападавших. Вы это писали? Писал, наверное. А через день на допросе официально заявили старшему следователю Верещагину, что сами пристали к этим людям и ударили Девяткина. После чего произошла драка со всеми дальнейшими последствиями. Так, Степанов? Да, вот именно так все и было. Тогда уточните, когда вы говорили правду и почему изменили показания. Но я в объяснении напутал. Ну, просто испугался, хотел себя оправдать. Я же не знал тогда еще, что Дрозенко-то умер. Ну, а Верещагину потом рассказал все, как было. Ладно. Разберемся. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит музыка У меня душа политика, а к тебе не стыдно А почему? Здравствуйте, веселая молодая А, это ты? Проходи, садись, гость не гость А все-таки человек в пределе Что намотался, небось, за весь день? Да вот, не скрою, притомился маленько Садись, отдыхай, закуривай В палате? Да как-то неудобно Да кури, не бойся, здесь все схвачено Спасибо, дорогая Спасибо А ты, кстати, как работаешь? Дельной или на ставке? Я? На ставке А что? Да ничего Что? Любопытно просто Работа ведь собачья Целый день на ногах, как волк Ногами кормишься Да еще немного и головой думать приходится Вот дает А что тебе головой-то думать? За тебя Господь Бог думает Кого подкинет, с тем и возись Верно ведь? Сколько тебе отстегают монет за такую работу? Да ничего, вроде хватает Вот, молодец, вот это хвалю Ненавижу, когда скулят, жалуются Ты не бойся, я в долгу не останусь Подкину детишкам на молочишко Ну Ларинка Принеси-ка нам там Чем нам? В соседней комнате в холодильнике Обезьянка, повернись Покажи без полотна Ну Ты сегодня в прокуратуре был? Да Почти полдня провел Бумаги взял? А у меня все дело с собой Ну Ты оказывается шустрик Как же тебе все дело дали? Ну как, прокурор санкционировал А следователь Верещагин передал его мне А Тощий такой Был здесь, снимал показания Ну фиг с ним Значит Все дело дали А что? По частям, что ли? Ну мало ли, думал, справку дадут и привет Ладно, дорогой, садись, пиши, что надо А что надо писать? Откуда я знаю, что вы пишете В таких случаях? Тебе самому надо знать В таких случаях пишу Я Старший следователь прокуратуры Сего числа Допросил потерпевшего Гражданина Егиазарова Сурена Саркисовича Кто старший следователь? Ты? Я Что, не похож? Ёлки-палки Я тебя принял за Пардон Я, простите, принял вас За агента госстраха Ёлки-палки Сегодня обещал прийти Оформить страховку за увечья А вы застрахованы? А? Вы, говорю, застрахованы? Ну да Как чувствовал? Месяц назад застраховался на пять кусков Ну как чувствовал? А вы не страхуетесь? Да нет, как-то в голову не приходило Зря Хорошее дело А при вашей профессии Особенно Тыщи на две Я подумаю Поговорим о деле Я готов помочь, чем смогу А вот и я О, может быть, рюмочку? Или на работе? Нельзя, да Нельзя И не охота Убери Мы с вами выпьем Подружимся на всю жизнь А моя объективность И окажется, ваш враг Степанов Навсегда и во всем виноват Ну, вы знаете, дружба Объективности не помеха А потом, какой Степанов мне враг? Злость прошла А будь моя воля Не держал бы я Степанова в тюрьме Нет Не верю, что там можно перевоспитать человека А что бы вы с ним сделали? Отпустил бы его Иди, подлец, к людям Посмотри им в лицо Взгляни на сирот Матери несчастной Взгляни в глаза И убивайся с котина до конца дней Ты, Сурик, не волнуйся Ты всегда правильно говоришь Ты умный, справедливый Но ты же ведь никогда зла не помнишь А я бы таких на месте бы расстреливала Ну что, да-да Шпана проклятая Приличным людям Прохода же нет И молодцы вы, что банок им накидали Я когда увидела Прям на седьмом небе была от счастья Подругам, ты на работу опаздываешь Да ну, возьму такси, успею Я хотел бы знать Как вы там все оказались на площадке отдыха? Да, выходной у нас был Выходной Ну, знаете как Других кормим А его у самих И на раз крошки единые За весь день не бывает Но договорились, что угостит нас Ахмед Шашлыком со своего мангала Собрались Кто да кто? Я там был Вася Дрозденко Царство ему небесное Последний шашлык в своей жизни скушал Директор наш Эдуард Николаевич Шеф-повар Солбеков Потом Лешка Девяткин подъехал Ну ладно Лежи Не дергайся Не нарушай больничный режим А завтра с утра я приду Спасибо Очень приятно было с вами познакомиться Всего доброго Марина За что они били Девяткина? Кто? Сурик его бил? Да он до него пальцем-то не дотронулся Там и без него хватало Тогда в интересах Иги Азарова Я вас официально спрашиваю Вы точно видели, что он не бил Девяткина? Ну конечно же видела Да он к ним и близко-то не подходил Заткнись, дура Что ты могла видеть, когда тебя там вовсе не было? Это же я потом тебе все рассказывал В больнице Ты что забыла? Она все перепутала Она ведь не видела Вот и перепутала Фамилия решила, что вы говорите о Степане Вот Это я ей потом все рассказывал Она верит каждому моему слову А Девяткина нам бить не за что Нормальный парень Наш знакомый Марина перепутала Бывает Ну да А вы где работаете, Марина? Где? Там же, в ресторане А в Звездном Официанткой Официанткой? Официанткой А Эдуард Николаевич в исполкоме Вы его ждете? Да, я к нему В исполкоме А когда обещал брать? Сегодня его не будет У него дела в городе А вы что, договаривались? Да нет Я без звонка приехал Что-то я вас не припомню Вы откуда будете? А мне кажется, что мы с вами где-то встречались Вы здесь работаете? А Сылбеков Завпроизводством? Садыков Следователь Из прокуратуры Приходится снова вас беспокоить Порядок есть порядок Новый следователь, значит Ну что вы, пожалуйста Раз надо, значит надо Прошу вас Спасибо В своих показаниях вы написали, что Степанов сходу затеял скандал Так оно и было Почему? У него были какие-нибудь претензии к вам? Может старые счеты? Какие там счеты? Мы его сами почти не знали Я ему сразу сказал Вали отсюда А то полетишь у меня Дальше, чем увидишь Но все-таки, чем объяснить такое его поведение? Ведь он же не сумасшедший Зачем сумасшедший? Пьяный был Да? М-м-м Странно В деле об этом ничего нет Ясно Тогда к вам еще один вопрос Как в вашей компании появился Девяткин? Ведь он же у вас не работает Ну и что? Спасибо Он нас постоянно обслуживает А шофер человек первый От него зависит план не меньше Чем от повара Все это было в среду, помнится Что, у вас выходной был? У нас выходные по скользящему графику Мы ведь о себе не думаем Для народа стараемся Обслуживаем трудящихся Бесперебойно А директор? Ну Эдуард Николаевич Вообще считает Без выходных Но ведь человек не может без отдыха Приходится лавировать Бывают дни потише Гостей поменьше И вот удается перевести дух Как сегодня, например Ну да И с полком И другие дела в городе Но только я об этом ничего не говорил Ну хорошо Да, чуть не забыл Мне нужно поговорить с Мариной С официанткой Да ее же там не было Где? На площадке Ее там не было? Ну не было, так не было А вы чего не купите? Покупаетесь, Ильяс Ахметович? А? Да вы не удивляйтесь Живем-то в маленьком городе Здесь человек спит А молва идет Не такой уж маленький город у нас Вот какая популярность у меня Не думал Популярно заслуженное А город, где меньше миллиона едоков Это же кирпичная деревня Ну прыгайте, прыгайте сюда Так значит город, в котором мы живем Кирпичная деревня Да Ну конечно У каждого человека Который занимается серьезным делом Свои мерки А у вас Эдуард Николаевич Серьезное дело? Ой-ой-ой Оказывается Вы меня знаете Хотя, к сожалению Дело у меня в общем-то среднее Бодливый король Бог рок не дал В общем-то Для нашего города Конечно Мое предприятие ведущее Но нас такие масштабы Не устраивают Нам простор нужен Возможности А чего бы вы хотели? Я? Все Приглашаю вас на отдых С прохладительными напитками Позвольте быть вашим киром Я жду вас Ох Выходит, вы ждали меня к обеду Конечно Радушный хозяин Всегда ждет к обеду гостей И не забывайте О моей профессии Уважаемый Илья Сахметович Я ведь потомственный Ресторатор Да-да-да-да-да Отец мой был шефом Дед официантом А прадед половым В одном из сибирских трактиров Так вы значит Продолжатель трудовой династии Безусловно Признаться Я чуть было Не испортил свою карьеру Образованием По-моему Сошел с этой Благородной стези И окончил Электротехнический институт Вот как Интересно Так вы ресторатор С дипломом Электромеханика Нет С дипломом Инженера электроника Электроника и связь Так называлась Пренебреженная мною Специальность Как говорят французы Профессион манке Да Редкий случай Ну почему редкий Вообще поиск истинного призвания Дело трудное А теперь Определили свое призвание? Абсолютно Есть вы знаете Три испокон веков Вечные профессии Лечить людей Учить людей И кормить людей Электроника и связь Не попадают В этот вечный список Нет Никак Представляете как мы с вами Вот так вот легко Удобно и возвышенно беседуем А будь я Самый распрекрасный связист Ну разве я мог Устроить вам Такое заслуженное гостеприимство? Разве я мог Дружить с хоккейными звездами? Знаться с эстрадными дивами? Раскланиваться С видными деловыми людьми Общества? А почему? Потому что Все Кушать хочут А хорошо вкусно И сытно покушать Можно только у меня Отчего же Не покушать Так же хорошо В других ресторанах? Потому что я человек На своем месте А у других нет ни сил Ни ума Ни воображения Чтобы строить отношения И шагать в ногу со временем Да и амбиций моих нет Прошу вас А в чем же ваши амбиции? Если не секрет Нет, не секрет Мои амбиции совпадают С интересами общества И если хотите Даже с нуждами государства О, замечательно Я Член общества Представитель государственной власти Расскажите Как совпадают наши интересы? К сожалению Вашей власти Слишком мало Прошу вас А если говорить серьезно Я хотел бы наладить Замкнутую сеть Общественного питания Которую мог бы контролировать Начиная от закупки Мноя барана Кончая продажей Вот этих пирожков Замкнутая сеть Не пойдет Потому что возникает почва Для всякого жульничества А, понятно Ну, большое дело Не обходится без издержек Но только так Мы сможем сделать потребителя Счастливым Ну и мы получим миллионы А, кто это мы? Мы Это государство А что мешает? Очень трудно А у меня других проблем нет Есть люди Есть люди, которые хорошо Ко мне относятся А есть, которые плохо относятся Судя по тому, что сделал Степанов Он ко мне плохо относился И вообще Хватит об этом, да? Вот вы ко мне хорошо относитесь Да? Значит, все будет хорошо О чем задумался, папа? Помоги решить одну задачу По работе? Да, вроде бы Скажи Семера одного бьют? Это не по правилам А вообще-то бывает Может, за дело? Не знаю Там вон что удивительно Побили семера одного А стали потерпевшими А потом свидетелями А теперь чувствуют себя Судьями Как ты думаешь? Справедливо это? Здрасте Мне диспетчерша велела прийти Че звали? Вот следователь из прокуратуры Интересуется тобой, Девяткин Отворил дело С своим дружком Степановым Крутитесь теперь Кто? Кто? Я? Я натворил? С моим дружком? Да че это вы путаете Кислоэспресном? Какие мы с Сашкой дружки? Я как-никак С доски почета Не слазю Не слазишь, не слазишь Располагайтесь Разговаривайте сколько надо А я пошел в дело Садитесь, Девяткин Садитесь И поясните мне Как появился на месте происшествия Степанов? Ну как-как Обыкновенно На машине На Коломбине своей жуткой прикатили Ей сто лет в обед Они ее со свалки притащили Три года клепали Вот на тебе Кто это они? Сашка Степанов С своим брательником С Вадимом Вообще малый головаст Соображает по науке Как профессор Вот они Свою антилопу и восстановили Себе на шею Знаете, вот эта ученость Вот эта дурацкая Она просто До добра не доводит А какое у вас, Девяткин, образование? У меня? У меня, знаете У меня образование прямо Вот как солдатское белье Нижнее Серое Вы этим гордитесь? Нет, не гордюсь Не гордюсь А только, знаете Вот этих вот умников Ученых с портфельчиками Столько развелось Руками-то работать некому Ну вот мы и вкалываем Такие дураки Ну почему же дураки? Разве человек, который у станка В поле Дурак? Ну, говорится так Говорится Дурак неумытый Не образованный Итак, подъехал Степанов Чем вы занимались? Мы? Да, вы Вы, Девяткин И ваши приятели А я А я стоял Шашлык ел Но ребята шутили Знаете Анекдотики И что сказал Степанов Когда подошел к вам? Ну я вообще не очень хорошо помню Но вроде закурить попросил Но знаете, как так Очень нагло так попросил Мол, эй вы торгаши Давайте гоните Курева Дальше Дальше я кинулся к нему Стал уговаривать Ты че говорю, мол Неудобно перед приличными людями А он? А он как даст мне по тыкве У меня прям сознание помутилось Вы сразу упали после удара Нет Вообще не очень хорошо помню Но вроде устоял Хотя плюх он не кинул крепкую После этого ваши друзья Стали бить его Ну где бить-то? Ну почему бить? Нет, ну дали ему, конечно Пару раз ногой В нижнюю часть спины Кто именно? Ну я не помню, товарищ следователь Ну честное слово, не помню Ну вы же видели Степанова Ну вот представьте Если бы он вам засветил Вы бы не обрадовались Ну, кажется, Вася Дрозденко его ударил Покойник Царство ему небесное А может быть он Потому и наехал На него? Может быть, может быть Но вы Девяткин Подумайте над своими ответами От них, возможно, зависит Судьба Степанова Да че мне думать, товарищ следователь Я Сашке зла не желаю Но раз он дурак такой Псих такой Я-то при чем? Значит, врет Степанов Насчет чего? Что ваши друзья Били вас ногами Пока вы лежали на земле Да вы что, товарищ следователь? За что и меня бить-то? Мы же друзья Друзья А ну-ка, раздевайтесь В каком смысле? Снимите рубаху Зачем? Ну, снимите, снимите Поживее Я не буду Я не буду Вот интересно Это не по закону По закону Вы меня стесняетесь, что ли? Вы же не девушка Ну, снимайте рубаху Да не понимаю честно А зачем? Ну, живее, Девяткин Я жду Живее Нет, Девяткин Вы повернитесь Правым боком К свету Так, чтобы я видел Да, пожалуйста Вот так Ого Откуда у вас Такие синяки? Я сам не знаю Ударился Это уже После того Как мне Сашка врезал Ну да Он же вас По тыкве врезал Уточните Где растет ваша тыква На плечах Или на ребрах И объясните все-таки Откуда у вас синяки? Ударился Я же вам говорю Товарищ следователь Что я не помню Но я не помню Как все потом получилось Вот вам направление Товарищ Девяткин На судебно-медицинскую экспертизу Да бросьте вы Товарищ следователь Ну зачем? Ну на мне все Как на кобеле За неделю зарастет Ну что из пустяков Людей беспокоить? Ну не надо, ну А я как раз и не хочу Чтобы за неделю заросло И пожалуйста Понял Ты смотри Как у них с рекламой поставлен Народ бойкий Щиты на свои деньги соорудили Мы им трижды предписывали снять Они все выворачиваются А при чем тут щиты? Не полагается Существуют утвержденные Стандартные знания Нечего водителя отвлекать Ну почему отвлекать? Забота о людях Ну да, забота Что-то я не видел плаката До прокуратуры 500 метров Эй, в лост пришла Ахметкиными шашлыками полакомиться Добро пожаловать Знал бы раньше Отельный и другой Дастархан бы накрыл Разбежались мы За твой Дастархан А чем плохо Мой Дастархан, начальник? Хорош ты хорош Если потом На кладбище не попадешь Ай-яй-яй-яй Начальник Обижаешь Глупый хулиган Пришел Или же пьяница Пришел И потом Людям Праздники Спортил А ты меня За отличное Гостепринство Среди Понимаешь Прошу Сколько с нас? О чем разговор, начальник? Базару нет Что я? Друзей не могу угостить Что ли? Ешьте на здоровье Вот моя плата Вы что, со всех Такую плату берете? Ну-ка, получите Четыре Девяносто Сдачу Вы Валентина Афанасьева Да А вы Следователь из прокуратуры Угадали Здравствуйте Здравствуйте Здрасте Валя Вы дежурили 28 августа? Дежурила Насмотрелась кошмаров Вы все видели С самого начала? Да Вернее, я все слышала С самого начала У нас ведь как 23 часа отбой Отдыхающие разошлись Я занималась По радио что-то Про спорт передавали Вдруг слышу крики Но я выскочила А в темноте-то Ничего не видать Только один мангал горел Я побежала на площадку Кричали несколько человек? Да Вернее, ругались Несколько человек Очень А один вопил Будто его били Люди кричали Дрались По шоссе проехала машина И вдруг резко затормозила Ну вот отсюда Ну вот отсюда Видно только площадку И удар И удар такой Жуткий Сильный Когда я прибежала Обратно Ну конечно Никто не дрался Один лежал вот здесь А другой вот тут Ну этот был уже мертвый Валя, я вас очень прошу Вспомните абсолютно точно Драка началась до того Как машина подъехала К мангалу Или позже Я помню Очень хорошо Как же Я выскочила на крики Машина подъехала Гораздо позже Да парень-то этот В драку кинулся Узнайте в дирекции пансионата Кто проживал 28 августа Вот в этих двух номерах Фамилия Адреса и тому подобное Почему именно в этих номерах? Потому что Напротив них Деревья образуют просвет Из окон Должна хорошо просматриваться Вся стоянка И мангал О, здрасте, товарищ следователь 40 минут вас дожидаюсь А работа, между прочим Не стоит, не ждет Так из доски почета Слететь можно Здравствуйте Заключение экспертизы принесли Ёлки-палки Сколько мороки Из-за пустяковой вмятины Вмятина у вас Не на крыле Не на дверей А на боку И на спине Повреждения в области Седьмого-двенадцатого Ребер нанесены Тяжелым тупым предметом Здравствуйте, Илья Сахмедович Здравствуйте, Нина Петровна А насчет тыквы Эксперт ничего не пишет Так каким тупым предметом Лупили вас по ребрам? Палкой? Ногами? Ну, товарищ следователь Ну, я же вам говорил Я вам клянусь Минутку Мне не нужны ваши клятвы Расскажите честно Что было на площадке Двадцать восьмого августа Да я и так все честно рассказал Что помнил? Ну, все ж таки меня надо понять Так по башке двинули Двинули по башке На ребрах выскочили синяки Всякое бывает А может я рухнул на асфальт И покалечился Ну, да Ах, Девяткин, Девяткин Здравствуйте, Степан Здравствуйте, пока не пришла машина Давайте поговорим здесь Погуляем Давайте погуляем Только у меня прогулки нормированы Не знаю, как у вас К сожалению, у меня тоже Между прочим, по вашей имени А это почему же? Потому что никак не могу исполнить свое обещание Быстрее отправить ваше дело в суд Да? Следствию нужно на меня повесить еще что-нибудь? Ну, зачем вы так? Вы, Степанов, признались далеко не во всем А в чем я должен еще признаваться? Вы скажите, я напишу Я хотя убийца, но парень сговорчивый Чего тебе от меня надо? Саша, я бы хотел, чтобы ты сказал мне всю правду Все эти свидетели, с которыми ты так складно поешь Все они до единого врут А чего я вам врать? Не знаю Но чувствую, что врут А что стоит за их враньем, не знаю И ты не хочешь мне помочь А я вам и не должен помогать Куда? В прокуратуру? Нет На место происшествия поедем Попрошу вас, Степанов, рассказать снова Как все происходило И заодно показать, где стояли люди Пошел Драка вот здесь была Мы где стоим Вырвался я от них Побежал к машине Вон Уехать хотел А эти двое Ну, Дрозденко и Геозаров метнулись под капот Вон там Я отвернуть хотел Не смог Ну, а потом Просчитался и в кювет Все? Все Неправда Пошли покажу, как все случилось Вы ехали довольно быстро Останавливаться не собирались Фарами осветили группу людей Вы увидели, что на земле лежит человек И его бьют ногами Допускаю, что вы узнали Девяткина Хотя пока вы это сообразили И пока машина затормозила Вы проехали от этого места 80 метров А как вы их промерили, эти 80 метров? Рулеткой Видите ограду вдоль обочины? До нее 80 метров Свидетели показали абсолютно точно Что ваша победа появилась на площадке не слева, а справа Проехала мимо Стала сдавать назад Вы меня поняли? Пошли Думай, Саша Думай Я уже понял, что ты связан какой-то странной И очень прочной цепью со своими потерпевшими Как все было, мне ясно А вот что было потом Я могу узнать только от тебя Мне больше нечем сказать Вадим Степанов? Да Здравствуйте Здравствуйте Следователь Сабыков К вам у меня несколько вопросов Это займет немного времени Скажите, правда, что вас в университет приняли вне конкурса? Нет, просто конкурс был легким Для меня Я ведь победил на Республиканской Олимпиаде Да, да Мне сказали в деканате, что у вас уже есть опубликованная работа Да, в Вестнике Я опубликовал статью о применении метода нестандартного анализа к теории Солитонов Это очень... Ой, я и слов-то таких не знаю Это звучит немного странно Но... При методе нестандартного анализа Бесконечно малые величины рассматриваются как постоянные, понимаете? Нет, не понимаю Но как юрист я тоже склонен рассматривать всякие величины Даже бесконечно малые, как постоянные Вадим, вам 18 исполнилось? Через полгода Меня брат раньше в школу записал Вадим, ты уже взрослый, интеллигентный молодой человек Профессор Габричевский говорит, чтобы стать человеку-интеллигентом Нужно пройти три университета Первый, его собственные, остальные отца и деда А у тебя? А у меня родители Малограмотные У них кроме своего огорода и машинки для консервирования ничего нету Все, что я знаю о жизни, это от Сашки Так у него у самого Десятилетка только И школа сержантов А теперь вся его жизнь Периодическая дробь Где сам он в знаменателе под чертой Вот потому я к тебе и пришел Мне кажется, что дробь, в которой он под чертой, очень усложнили Ее надо сократить Понимаешь? Упростить Я хочу, чтобы ты подумал Все вспомнил и помог брату Ну чем? Ну чем я могу ему помочь? Чем я могу помочь брату? Вспомни, как было дело, Вадим Я почти ничего не видел Мы ехали с ним домой Было поздно Я уснул Проснулся Машина стоит Темно Какие-то люди Мечутся Драка Я увидел, Сашка бежит к машине Распахнул дверь Прыгнул за руль Мотор работал Сашка сразу поехал Хотел выбраться из этой свалки А тут двое прямо под капот И вдруг Ужасный удар Что было после? Знаете, плохо помню все У меня в ушах все гремел Этот удар И в снях слышал Хруст костей Вы поймите Не хотел Сашка давить И он просто хотел уехать Поверьте мне Ведь по любой логике Человеческой Юридической Я не знаю, математической Ехать было необходимо И достаточно У нас ведь нет ничего общего С этими Уголовниками Твоя сокурсница? Невеста Скоро свадьба Поздравляю Спасибо Жаль, что Саши Не будет на свадьбе Да Все-таки Что происходило После наезда? Саша пытался Отвернуть машину Мы заехали в кювет Мотор заглох Но я вышел из машины Меня Вырвало Потом приехала Милиция Скорую помощь Долго разбирались Сашу посадили в машину Он мне сказал Не бойся, братан Все перемелется Его увезли Вот мой телефон Вспомнишь, что Позвонил Да, скажи А можно метод Нестандартного анализа Применить К юридическим ситуациям Не знаю Вряд ли В точных науках Нет нравственных проблем Есть факты Ну ты и накурил Хоть топор вешай Как ты живешь В такой атмосфере? С отвращением Товарищ прокурор Ну что Поборемся? Некогда Ты лучше вспомнишь Что истекают сроки По делу Степанова Он ведь давно сидит? Давненько Буду просить у вас Отсрочку А Берещагин сказал Что дело почти закончено Это не совсем так В нем наоборот Много невыясненного Так выясняй Выясняй Кругом только и говорят об этом Мы не можем Игнорировать Общественное мнение Мне уже звонили Но ведь там Откуда звонили Хотят, чтобы я выяснил правду А не успокаивал Общественное мнение Но ведь преступник-то Сознался? Да Но его признание Вызывает у меня Сильное сомнение Что такое? Он что, изменил показания? Он не менял показания Продолжает во всем признаваться А чего же ты хочешь? Правды Не вижу я ее пока Ты считаешь, что Степанов не сбивал их? Нет Может и сбил Но Все, что перед этим случилось Совершенно не ясно И потерпевшие какие-то странные Чем же они странные? Они все время врут Что они врут? Самые разнообразные Но главное, в чем они стараются Меня обмануть Что все это произошло Случайно Что не было никакой предыстории Ну, в общем, работай Работай И каждые три дня докладывай мне И кури, пожалуйста, поменьше Может, дело пойдет быстрее Есть Разрешите? Да-да Пойдите Здравствуйте Здравствуйте Проходите, пожалуйста Садитесь Спасибо Я вот здесь Здесь Можно здесь Ваша фамилия Фамилия? Моя фамилия Абдразаков Тулен Абдразаков Рад с вами познакомиться Очень доволен, что меня разыскал Лейтенант Я проживал В тридцатом номере пансионата Можно сказать Был очевидцем Всего этого Безобразия Значит, вы видели драку С самого начала? Нет-нет Нет Я слушал По радио Последние новости Спортивные И вдруг Шоссе Донеслись Крики А потом Пронзительный Женский виск Я побежал на лоджию И все увидел Абсолютно все? Все Все Так И что же вы рассмотрели? Я видел Как он изготовился убивать Степанов сел в машину И поехал на людей? Нет, ни в коем случае Я не знаю, кто такой Степанов Но я видел, как из группы Дерущихся Выскочил Парень Такой Высокий Он был освящен В арме победы И что этот парень? Побежал и сел в машину? Нет Он стал отходить к дороге Потом Один из дурчунов Выставил перед собой Нож И пошел на него Что? Какой нож? Вы ничего не перепутали? Почему я должен путать? Я сюда не интриговать пришел Наставил на него нож Так И что произошло дальше? Я стал кричать Айша, Айша Вставай Звони в милицию На шоссе Ножами дерутся Айша? Да А кто такая Айша? Айша Почему не рассказали все, что видели? Айша Да, Айша Глупая женщина Не пустила Говорит Сам будешь отвечать Идите сюда Екатерина Васильевна Здравствуйте Здравствуйте Очень приятно Я вас попрошу Расскажите, пожалуйста Прямо здесь, на месте Как все происходило Да все как на ладошке Видно было Из моего номера Только и разглядишь Этот мангал Где они подрались А Дракус сначала не видел Нет, не видела Я уже в кровати лежала Как вдруг эти крики В визги понеслись Ну, пока вскочила Халатик набросила На лоджию выбежала Глядь Они уже вот здесь На шоссе толпятся Вы знаете Простите, я не могу вам точно сказать Я знаю, жуть меня взяла Я знаю, жуть меня взяла Молодые, злые, глупые Беда сейчас будет Смерть-то она не по годам Она по людям ходит А парень, который отдельно стоял А, вы знаете, он так подпрыгнул ловко Козлом Ну, видать, ножи хотел Ногой вышибить Да не попал Повернулся и побежал Прямо по дороге Побежал по дороге? Ага, вот туда и побежал В гору А Вы точно в этом уверены? Да как же иначе Товарищ мой, мой дорогой Ну вот Побеги он сюда Я бы его с балкона не увидела Там деревья заслоняют А я видела И тот, что с ножом был Он за ним погнался А дальше? А дальше? Ну, в темноте они там все перемешались А парень, за которым они с ножом гнались? Нет, я его больше не видела Он как в гору убежал Так я его не видела Только вдруг слышу Мотор как заревет И машина прямо полным ходом В самую гущу Ну что ж Спасибо, Екатерина Васильевна До свидания До свидания Спасибо Пожалуйста Пойдем к реке Может, в ноги бросим? Не понимаю Почему вы уверены, что ребята найдут что-нибудь? Я совсем не уверен Я надеюсь Понимаю Но почему именно здесь? Да, может и не здесь Может и вообще не было никакого ножа Знаешь, иногда свидетелям Такое привидится Но если был нож Его должны были бросить только здесь Да, наверное Драка наезд Человек убит Милиция приехала Зачем ему нож-то держать? Вся картина меняется с ножом А в темноте его легко выкинуть Нет Нет, с этим я согласиться не могу Нераскрываемых преступлений не бывает Есть преступления, которые пока не раскрыты Я все понимаю Да, я понимаю, что все это хорошо Но Это непрофессионально Нет, мы не можем это рассматривать Как дорожно-транспортное происшествие Потому что Степанов использовал Машину как орудие преступления Преступления, простите Да Я понимаю, что мы не можем не считаться С общественным мнением И мне уже по этому поводу звонили Человек семь И даже приезжали Я вас понимаю Обязательно Вот это обязательно До свидания Желаю вам всего хорошего Слушай, давай завершай это дело Это прямо Житья нет А что говорят? А то говорят Что, мол Особых претензий потерпевшая к Степанову не имеет Лишь бы ты перестал им нервы трепать Погибшая Дрозденко тоже об этом просила? Да Жена Ну, вдова приходила Ее признали потерпевшей Она тоже об этом просит Трогательная история Всеобщего прощения А они мало похожи На Христосиков Дикий случай застрял у нас в прокуратуре Звонят И спрашивают А что им отвечать? Что мы работаем Да? Спасибо Разъяснил А у этого прохвоста Виноградова Знаешь, какие связи? Знаешь, как давят Так деликатно Извините Чем вы там занимаетесь? Как вы работаете? Одного убили Другого Покалечили Его же мучают Допросами Вопросами Мы никого не мучаем Мы только ищем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать Что будем заказывать? Чашку кофе Как из-за чашки кофе? В ресторан Я не из-за кофе Я из-за вас Из-за меня? А что такое? Вы присядьте А то неудобно разговаривать Нам не полагается За столики садиться Со мной можно Садитесь Вы не задумывались, Марина Почему я вас до сих пор Не пригласил к себе? А зачем вам Меня приглашать? Мне у вас делать нечего Как сказать Ведь я из тех мужчин Которым дамы Никогда не отказывают В свидании Да Да-да Поскольку я их вызываю Повестками Ну и чего ж тогда не вызвали? Ну, у вас бы сразу начались Большие неприятности Это еще какие неприятности? Привлечения к уголовной ответственности Или это пустяки? Что, меня? К уголовной ответственности? Но почему? Потому что ваш дорогой Сурик Как вы сказали Не помнящий зла И остальные его дружки Поставили вас В очень опасное положение Чем? Они научили вас сказать Что будто вы не были На месте происшествия Подождите, не перебивайте меня Оставьте себе пути к отступлению Но я не знаю Я ничего не знаю Кое-что знаете Вот они и боятся Как бы вы Не наболтали чего лишнего А так Не были свидетелем И говорить не о чем Но вы были там И вас там видели Меня Видели? Конечно И если в прокуратуре Вы хотя бы заикнетесь Что не были на том месте Я вас сразу привлеку Задачи ложных показаний К ответственности И не Сурика Не Асылбекова И не Виноградова А именно вас Что вы от меня хотите? Я хочу, чтобы вы ответили Только на один вопрос За что ваши дружки Били шофера Девяткина? За что они ему Как вы сами сказали Накидали банок Честное слово Не знаю Не знаю я никаких подробностей Только край муха слышала Не привез он какое-то мясо Или не туда привез Долг за мясо не вернул что ли Но я не знаю Но клянусь вам Я ничего не знаю Я не знаю Пока вы там беседовали Я уже успел съездить кое-куда А это Главный сюрприз Все-таки нашли Ну молодцы Обыкновенный нож для разделки мяса Нашли самого изготовителя Пенсионер Точильщик Что сообщил? Говорит, что изготовил его По личному заказу Валерия Солбекова Да Характер у Сашеньки трудный Он ведь каждой бочке затычка А с людьми так жить нельзя Не любят они этого С Ватиком сладу нет Мы ведь с отцом всю жизнь Для них добро наживали А он на каждое слово Пошлость, мещанство Или еще У вас говорит сознание Мелкобуржуазное Надо такое Всю жизнь трудились И мы же буржуй А как на него сердиться? Ведь все вокруг только и говорят Что он у вас талант Очень может быть Отношения между братьями хорошие? А это что вы? Ведь Сашенька Вот когда отца не стало Саша Стал Вадику и отцом и братом Ну Воспитывал его Мама Быстренько поесть чего-нибудь Здравствуйте 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 Вот Заглянули к вам С мамой вашей познакомились Проголодались? Я сейчас быстро на стол накрою Юженку будете? Я мигом Жизнь я вижу у вас В гоньбе и спешке Да Ну что делать? Мне предложили новую проблему Поля Янга Милса Это связано с моей новой работой По второй теореме Гёделя Очень перспективно Но только времени все не хватает Вадим А куда ты так торопишься? Сейчас или вообще? Вообще Ну В жизни Видите ли Творческому человеку отпущено Мало времени Если опоздать в молодости Нечего будет делать в старости Между прочим Великий математик Эварист Галуа Открыл свои знаменитые ряды Галуа Когда ему было 18 лет И вы так считаете? Мне нравится его жизненная энергия Он многого добьется А вы? Лично вы? Я? Я женщина Меня волнует больше чувство А доказательствами пусть занимается он Лариса Ты Сашу любишь? Конечно Он ведь мой брат Хорошо, чтоб ты почаще об этом вспоминал Я не забываю Я не верю тебе И не верю, что ты Проспал все события на стоянке Интересно, почему? Сейчас решается судьба твоего брата Ты подумай об этом Я рассказал вам Все на допросе Все, что необходимо и достаточно Мама! Ты дашь мне поесть наконец? Арестованный Степанов доставлен Прошу Если мы с вами сегодня не договоримся Я выхожу из игры И слава богу Передадите дело старому следователю? Что-нибудь в этом духе Садись Мне надоело играть с тобой в подкидного дурака А почему в подкидного дурака? Потому что ты каждый раз подкидываешь мне фальшивку А меня терзает начальство Давит общественное мнение И истекают сроки следствия А ты по-прежнему морочишь мне голову А что бы вы хотели от меня услышать? Правду Ты мне все или почти все врешь В первом объяснении ты действительно написал правду А потом спасал Видно испугался этих жуликов И теперь пляшешь под их дудку Конечно, самый смысл Глядишь, мне медаль за убийство дадут Я не знаю в чем смысл Но по логике Либо ты с ними вместе воруешь Либо они про тебя что-то знают Чего? Я ворую? Да ты с цискарь совсем облаумил? Да я в жизни чужой копейки не взял Врешь! Врешь! Не верю я в твою честность И ты, сидя здесь, защищаешь свой интерес Да не ори, пупок развяжется Все это вы про меня понимаете Не понимаю Многого не понимаю Но немало уже знаю Знаю, что ты остановился, когда они Девяткина вовсю лупили И не бил ты его Потыки Знаю, что Сылбеков на тебя с ножом бросился И нож этот я нашел Да что нож Они и без ножа кого хочешь зарежут Раньше блатного по сапогам, по челке Заверсту было видать А теперь в адидасы попрятались В жигулях катаются А что же ты мне не даешь их по закону прищучить? А что толку? Конечно, закон у нас справедливый И люди, в общем-то, хорошие А выходит, что жулье живет лучше всех А стоит прихватить одного Все на их стороне И свидетели у них готовы И алиби доказано И улик нет И счастливый случай и тот В колоде припрятан Ай Везде у них лапа мохнатая А почему? Потому что все частные люди Смотрят на их делишки брезгливо И разводят ручками Что поделаешь Отворачиваются, как ты Ты ведь знаешь, что они воруют? Конечно, воруют А чего же у них жизнь такая роскошная? Вот только не надо, не надо стучать Я ведь для протокола ничего говорить не буду И не докажешь А что ты можешь рассказать мне для протокола? Ну, к примеру, сколько ваша жена мяса покупает? Ну, килограмма два на неделю Это стоит 4 рубля Вот и прикиньте, если Не два кило, а полтонны мяса приготовить И по ресторанной цене 7 рублей килограмм растолкать по людным местам И сколько стоит 5 тысяч шашлыков По рублику штука Можете посчитать? Посчитать-то я могу Ну, кто же мне полтонны мясо даст? А вы с кольцевого завоза Санаторием, детским садам, пансионатом Удержите полтонны Вот и получится По тысячонке каждый раз Как это удержите? Украсть, что ли? Ну, не совсем Разные способы есть Да? Ну, кое у кого можно отнять В санаториях, там, пансионатах Не понял Ну, полагается, пансионату Тонна мяса База говорит Доставим 900 И не рыпайтесь Те знают С базой спорят Себе дороже Почему? Насидишься на рванине И то в последнюю очередь А тем самим Навар нужен Вот и получается Меньше Зато вовремя И хорошее Ясно Никак не могу курить Бросить Какие, говорите Есть еще способы? Ну, магазин Там еще проще Не додал десяток туш И рассчитал с наличными По два рубля, само собой А не по семь А завмаги? Конечно, недовольны Но с базой не поспоришь Если я вас правильно понял Вы отказались Хорошо, когда следователь понятливый А кто на вас первый напал? Ахмед? Дрозденко? Ничего я больше говорить не буду Никто на меня не нападал Почему? Вы ведь так много мне важного рассказали Ну, вот и хватит Наговорился Так на душе накипело И все Все Но я хочу вас предупредить Если будет доказано Что на вас напали Что реально угрожали ножом Суд может рассмотреть В ваших действиях необходимую оборону В таких случаях попытка вырваться от них на машине Не может рассматриваться Как умышленное убийство Да не ищу я себе снисхождений Сам виноват, сам отвечать буду А в чем же вы усматриваете вину? В собственной глупости Еще в армии В шоферском классе Сержант учил Следите за полотном дороги Объезжайте Сбитых кошек и собак Сбитая собака Это Девяткин? Неважно Пожалуйста, отправьте меня в камеру Уведите Сбитых кошек и собак Сбитых кошек и собак Сбитых кошек и собак Сбитых кошек и собак Вот и все Ну, базаров нет. На, держи накладную. Здрасте. 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 Садитесь, Девяткин, садитесь, отдохните. Чем делаю? Накрутились с самого утра. Что такое, товарищи? Не понял. Слушай, куда спешишь? Вы поезжайте. Сейчас его привезем, снимете отпечатки пальцев. Есть. Тоже мне злодеи сыскали. Отпечатки пальцев снимут. Что, я вам убийца? Вы не убийца. Но злодей самый настоящий. Так что, раскручивать я вас буду на всю катушку. За что? Вот вам-то я чего плохого сделал. А еще, говорят, у нас органы справедливые, беспристрастные, перед законом все равные. Так оно и есть. Перед законом все равны. Да я-то не закон. Я человек. Ну и что из этого? То, что подлецов я ненавижу. Слушайте, а чего вы меня оскорбляете? Вот интересно, чем это я подле, вот кого другого? А подлее тем, что посадили человека, который бросился спасать вашу шкуру. А она у вас трусливого шакала оказалась. Вот я и хочу содрать ее. А я не дамся. И отвод возьму. Не выйдет, Девяткин. У нас с вами личных отношений нет. А 120 килограмм украденного мяса, вот они, на вас любуются. Да еще в кафе. Да еще в закусочной. Их не подсчитали пока. Слышите, как кричат бедные барашки жалобными голосами. Не слышу. И зря. А виноградовцы с Улбековым далеко. Пируют, наверное. В бане где-нибудь. А вы уже здесь. Что же мне делать, гражданин следователь? Отдуваться за всех? Господи! Да я же винтик ничтожный. Я же шнурочек на ботинке. Пока за всех отдувался Степанов, вас это устраивало. А вы, значит, не хотите отдуваться за всех? Я? Нет. Я не хочу. За что вас сбили компаньоны? За мясо. Я деньги вперед за тонны получил. А тут случайно. В общем, я его шеф-повару ресторана «Октау» скинул. Он больше заплатил? Ну, вроде того. Я потом собирался Улбекову отдать, да все как-то не получалось. Вот они меня и подловили. У шашлычной. И что? Деньги потребовали? Да кабы деньги, ладно. Только им деньги-то тьфу. Им мясо подавай. Бьют сволочи, да еще приговаривают. Запомнишь, шоферюга поганый? Кто нас обманет, тому... Тому уши отрежем, а другим передай. Кто именно бил? Яги Азаров, гад, свалил подсечкой. А тут Валера, Ассалбеков с Ахметом подбежали. Давай ногами катать. Они мне, гады, все ребра поломали. Я до сих пор вздохнуть не могу. Сажайте меня, товарищ следователь. Мне теперь все равно. Но только их сволочей достаньте. Пусть они в камере на навыках поваляются. А Виноградов? Принимал участие в драке? Ну да, станет он об меня мараться. А вся шайка на что? Он сказал, когда Сашка Степанов крушить их стал, а потом во всю глотку давай орать, что выведет их всех на чистую воду. Он тихо так сказал. Тихо. Режьте его паскуду. А Салбека взял нож у Ахмета и на Сашку. А что Степанов? Ну, Сашка отскочил на дорогу. Попытался ногой выбить нож. Но где там, не получилось. Потом видишь, что другой со спины заходит. Он кинулся к шоссе от машины. От пацана своего уводить их стал. Почему? Ну, как почему? Ну, он же знал, с кем дело имеет. Они же там в горячах, и этого мальчишку бы ножом полоснули бы. Вот. А ну, видишь, как все обернулось. Так. Слушай, а ты молодец, Ильяс. Дожал их до полу, положил на лопатки. А как мешали, звонили каждый день. Что там у вас за следователь такой, тиранозавр? У Берещагина будут неприятности. Тоже мне. Субординацию надо соблюдать. На. Держи постановление. Поляй. Спасибо. Садитесь. Меня переводят? Да, вот постановление, распишитесь. Пожалуйста. Столько раз подписывал, можно еще разок. Такого еще не подписывал. А что это? Постановление об освобождении из-под стражи. А почему вы меня освобождаете? Потому что доказана реальная угроза вашей жизни во время драки. Понятно? Допустим. Так что мы не говорим об умышленном убийстве. Ведь вы не хотели убивать Дрозденко и Еги Азарова? Я вообще никого не хотел убивать. Я знаю. Тем более, что вы не смогли бы этого сделать. Да-да, согласитесь, невозможно сбить двоих машиной, если вы в ней не сидите. Вы, наверное, думаете, что сделано для меня доброе дело. Думаю. Нам с тобой никто не давал права судить. А у меня есть одно только право. Узнать правду. Заходите. Здрасте. Проходите, садитесь. Степанов Вадим Алексеевич. 17 лет. Студент университета. Беспартийный. Все верно? Да. Вадим Алексеевич, я намерен освободить из-под стражи вашего брата. Теперь вы расскажете, что произошло в ту ночь на стоянке? Вы готовы что-либо добавить к своим прежним показаниям? Да не мучайте вы его, нечего ему добавлять. Нечего мне добавлять. Да, действительно. Чего уж добавлять к тому, что ты, Вадим, сел за руль победы, врезался в толпу и сбил двоих. Я не хотел. Я не думал. Я не сумел. Возможно. А брату твоему пришлось взять на себя не только твою вину, но и вину этих преступников. Это было платой за их согласие подтвердить, что за рулем был он, а не ты. Вадик не хотел. Когда он увидел, что они за мной с ножом бросились, хотел меня подхватить. Да он вообще плохо водит машину. Я знаю. Товарищ Степанов, вы свободны. Можете идти. А я? А вам придется задержаться. Вы свободны? Саша! Я в коридоре подожду. Хорошо? Я там. Подожду. Вы тоже можете идти. Я готов вам рассказать обо всем, что там произошло. Спасибо. Высоко ценю ваше стремление помочь следствию. Правда, я и так все знаю. Нет. Не знаете. Вы не можете знать всего, что там произошло. Когда это все случилось, я был почти без сознания. Саша сказал мне. Молчи, говорит. Ты ничего не видел. Ты спал. За меня, говорит, не волнуйся, я выкручусь. А тебе в тюрьму нельзя. Да. Тебе, конечно, в тюрьму нельзя. Тебе же завтра. В университет. И я опять же, Лариса. Ну, зачем вот так? Затем, что только мы с тобой знаем все. Даже брат. И тот не все знает. Отчего не знает брат? Он уверен, что ты поехал его спасать. Когда за ним погнались с ножом. Поехал его спасать от смерти. Ну, я ведь не хотел никого сбивать. Конечно, я верю. Ты не хотел. Ты плохо водишь машину. В ГАИ сказали, что ты провалил экзамены. Ну, вот видите. А только ты поехал. И Сашу спасать. Ты рванул в сторону. От страха. В другую сторону. Ты просто решил сбежать. Неправда. Это все ваши домыслы. Ясное дело. Домыслы. Я же не собираюсь это показывать в суде. В уголовном праве нет таких преступлений. Трусость и предательство. Так что... Большим профессором ты, может быть, и станешь. Станешь. А вот... Человеком... Как твой брат. Не знаю. Как ты тогда сказал? В точных науках нет нравственных проблем. А теперь иди. Ты пока свободен. А завтра к 11 явишься на очную ставку. Со всей этой компанией. Следствие продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok